За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 109 происшествий. Из них 16 преступлений, 10 из которых раскрыты. По шести проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 45 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территорию округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях поддержания правопорядка в период навигации, осуществления контроля за убывающим и пребывающим речным путем транспортом на территорию региона, в соответствии с федеральным законом от 9 февраля 2007 года номер 16 ФЗ о транспортной безопасности, с 23 июня текущего года до окончания навигации проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация-2017». В минувшую пятницу на территории города Наринмар и поселка Искателей сотрудники госавтоинспекции провели специальное мероприятие «Нетрезвый водитель» с целью массовой проверки автотранспорта, выявления водителей в состоянии опьянения, а также грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе мероприятия сотрудниками полиции проверено 80 единиц автотранспорта, выявлено и пресечено 7 административных правонарушений, выявлено 2 водителя в состоянии алкогольного опьянения. 25 и 26 июля в госавтоинспекции НАУ проводилось профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Было задействовано 8 сотрудников госавтоинспекции, составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, проверено 13 мотоциклов, задержано 2 мототранспортных средства. В целях повышения эффективности выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, на территории Ненецкоавтономного округа с 13 июня по 15 июля текущего года проведен первый этап оперативно-профилактической операции МАК-2017. В рамках мероприятия сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, занимающихся преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота наркотических средств изъято около 4 грамм. Из них одну половину составил гашиш, а другую – марихуана. По результатам проведения первого этапа сотрудниками полиции выявлено три преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В следственном отделе МУМВД возбуждено одно уголовное дело в сфере незаконного оборота наркотиков. За употребление наркотиков к административной ответственности приличен один житель округа. Кроме того, участковые и полномоченные полиции совместно с представителем муниципальных образований Ненецкого округа проводили мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота наркотиков. На территории сельских поселений округа данных фактов не выявлено. Стражи порядка напоминают жителям округа. Если вам стали известны факты незаконного оборота наркотиков, вы можете сообщить по телефону 8-911-650-57-49, 8-818-53-426-42, а также на телефон доверия УМВД 4-21-52. Анонимность гарантирована. 26 июля текущего года начальник управления полковник полиции Олег Яковлев совместно с руководителями тыловых подразделений окружной полиции совершил рабочую в поездку в поселок Нельминнос. Олег Яковлев встретился с главой муниципального образования Малоземельский сельсовет Михаилом Талеевым. В ходе беседы начальник окружной полиции обсудил с главой администрации поселка проблемные вопросы, которые возникают в поселении в повседневной деятельности. Собеседники пришли к выводу, что все основные правонарушения на территории поселка возникают из-за пристрастия местного населения к спиртному. Глава администрации заверил начальнику управления, что совместно с участковым и полномоченным полицией на территории поселка все проблемы решаются своевременно и без каких-либо тяжелых последствий. В свою очередь руководители тыловых подразделений проверили материально-техническую оснащенность кабинета участкового и полномоченного полиции, условия хранения оружия и боеприпасов, порядок ведения и оформления служебной документации. Также в рамках рабочей поездки начальник окружной полиции Олег Яковлев посетил социально значимые объекты поселка, школу, фельдшерско-акушерский пункт. В завершении рабочей поездки начальник управления проверил жилищно-бытовые условия проживания сельского участкового полиции. 26 июля 2017 года сотрудниками УМВД России по Ненецкому автономному округу проведено рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов в акватории реки Печора Ненецкого округа. В ходе рейда на реке Печора в районе деревни Осколково полицейские выявили факт правонарушения. Житель округа 92-го года рождения при помощи двух сплавных сетей осуществлял вылов водных биологических ресурсов, без соответствующих на это разрешительных документов. На месте происшествия стражами порядка изъяты две рыбы породы сик, горбуша и ясь, а также две рыболовные сети и лодка с мотором. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 26 июля дежурную часть полиции с заявлением о краже колеса с велосипеда обратилась жительница поселка Искателей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности злоумышленников, совершивших кражу колеса с велосипеда из подъезда жилого дома по улице Строителей. Ими стали двое несовершеннолетних жителей Наринмара. Один из юных злоумышленников уже стоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних УМВД, а второй будет поставлен на учет после проведения проверочных мероприятий. В настоящее время похищенное колесо изъято у несовершеннолетних и возвращено владелице. По данному факту проводится проверка. В столице Поморья полицейский Наринмара совместно с сотрудниками уголовного розыска города Архангельска в ходе проведенной операции задержан гражданин 83-го года рождения, подозреваемый в совершении мошеннических действий посредством сети интернет. Данный гражданин в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации выдворен в изолятор временного содержания города Архангельска. Стражами порядка установлена причастность мошенника к совершению более 10 фактов мошеннических действий в отношении жителей Ненецкого автономного округа. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства совершенных преступлений. Расследование продолжается. 30 июля 2017 года дежурную часть полиции от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома по улице Ордалина, поселка Искателей, с ножевыми ранениями находится мужчина 72-го года рождения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на квартире потерпевшего между двумя знакомыми возник конфликт. В ходе которого один нанес другому не менее двух ударов двумя ножами в область тела, причинив колото-резаную рану грудной клетки слева и резаную рану плеча. Подозреваемый на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший бригадой скорой помощи доставлен в Ненецкую окружную больницу, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время Наринмарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на убийство. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Все больше жителей округа обращаются в дежурную часть полиции с заявлениями о мошеннических действиях посредством социальной сети «Друг вокруг». Во всех случаях аферисты действуют по одной уже наработанной схеме. Жертвы злоумышленников в социальной сети «Друг вокруг» отправляют объявления о покупке необходимых товаров. Мошенники, видя данное объявление, выходят на связь с потерпевшими и сообщают, что у них есть в наличии данный товар. В ходе разговора аферист уговаривает своих жертв перевезти ему денежные средства и обещает, что как только они поступят ему на банковскую карту, товар сразу же будет отправлен. Не задумываясь о последствиях, доверчивые жители региона переводят свои деньги аферистам. Полицейские в очередной раз предупреждают жителей региона быть бдительнее и не попадаться на уловки мошенников. Оплачивайте товар только по факту доставки. Не сообщайте неизвестным и малоизвестным людям пин-коды и реквизиты своих банковских карт. Помните, что каждый гражданин в ответственности за сохранность своих денежных средств. Не дайте шансов мошенникам обогатиться за ваш счет. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.